Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжим наш рассказ о исходе из Египта и недельной главе. Египтяне замуровывали в стенку еврейских младенцев. И злодеяния переполнили меру терпения. И произошло то, что произошло. До этого был Содом и Гаморра. И там переполнилась чаша терпения. И произошло то, что произошло. Это генотип событий, когда мы не выполняем нашу часть договора с Богом. Ту часть, которая говорит, что мы должны создать на земле дом для Бога. А то, что мы строим, мало похоже на дом на Бога. Вернемся к Египту. Не было дома, в котором не было умершего и был великий вопль в Египте. Это уже о казнях первенцев. Я забегаю чуть вперед, чтобы объяснить свою мысль. Это не было неконтролируемой гибелью. Наоборот, только первенцы. Первенец считался гордостью семьи, надеждой, родителей, братьям, защитникам, опорой. В случае, когда не было первенца, наши мудрецы говорили, умирал старший в доме. И здесь одинаковое послание. И там, и там. Это были болезненные удары, поражающие, что? Саму основу жизни. Но урок, извлекаемый из этих происшествий, проникал в душу. Казни ударяли по гордыне, разрушали то, на что была самая надежда безусловная. Они оставляли смятение, подавленность, беспомощность, безнащитность. И, наконец, признание того, что я не Бог. Оказывается, у мира есть хозяин. Привычная мира, картина у людей нарушилась. Чтобы ты знал, написано, что Богу принадлежит вся земля. Все в руках Бога. А ты обнажен и беспомощен перед Ним. Вот общая канва того, к чему человек должен прийти. Получается, что когда деятельность человека на земле переполняет меры терпения Бога и грозит основе погубить саму основу существования мира, начинается новый тур занятий с человеком от неба. И вот надо смотреть на эти все события, как предупреждение для нас. В таком же ключе мы должны рассматривать все остальные казни. Дом, это убежище для человека, лягушки завладели им. Они пробрались, написано, всюду, в одеяло, покрывало, там везде. Тело, это убежище для человеческой души, но вши и язвы поразили его. Человек искал безопасность на улицах, дикие звери выскочили на улицы. Он полагался, что в крайнем случае у меня есть скот, есть что кушать, но мор сразил их. Но урожай то мой, говорит, его побил град и поел саранчан. Он полагал хотя бы, ну все, уже бог с ним, ну порядок день, ночь они же там. Нет, нет, они, и здесь мир покрылся тьмой. Короче говоря, здесь проявилась не просто тяжесть наказания, не просто знание о том, что Творец властвует над всем. Самое главное другое, мир для египтян треснул и рухнул. И разбился на осколки, уже не было того мира, который был вчера. Все, на что возлагали надежды, подвело, пошатнулось. И написано, над богами их совершил суды. И узнали лишь одно убежище. Вот бог это единство убежища для, но это уже потом. Нам было что обещано, что как в одни исхода из страны Египта, я явлю тебе чудеса. Пророк Миха, давайте посмотрим вокруг и увидим. Разве египетские казни сейчас не повторяются вновь и вновь? Расшатываются все виды убежища. Все системы мироздания рушатся. Военные, политические, социальные, экономические, все происходит. Так было при исходе. А дальше было что? Дальше было чудо. И о нем мы рассказываем каждый день. Кстати, чтобы отлечься от мрачного, почему мы чудо рассказываем? Общий принцип в том, написанном в книге «К душу от Леви», что когда рассказывают о чуде, это чудо светит нам постоянно. Автор книги Деврейза и Хескель из Шинавы ехал на телеге и хотел зажечь свою курительную трубку. Пробовал, пробовал, не получается. Тогда он сказал, однажды зажигали свечи в доме моего учителя Раби Менабхим Менделла из Риманова. Окна были открытые за жиры, и ветер все время угрожал погасить свечи. Раби встал и сказал, «Владыка мира, мне нужно, чтобы свечи горели во славу святого Шаббата». И ветер утих и горели. И завершив этот рассказ, он сказал, попробуйте теперь, зажгите трубку. Зажгли, она не погасла. Он взял эту трубку и говорит, не думайте, что произошло чудо. Просто когда хотите что-то сделать, можно вызвать действие рассказом о праведнике, делавшем лично подобное, и обязательно о чуде. А кто-то ответил тем людям, когда были, он и нам ответил. Вернемся к исходу. Так происходит с каждым из нас. У каждого в душе есть фараон и маше. Каждому подсказывает ему внутренний мир, что есть у мира хозяин, надо жить по его законам, и что главное – это духовность. Но фараон говорит, посмотри вокруг. 21 век, какой бог? Человек владеет миром. Тогда начинается воспитательный процесс. Какой? У каждого одного одни проблемы на работе, у кого-то дома, у кого-то с детьми, у кого-то с деньгами. Начинаются войны, начинаются проблемы. Чтобы внутренний фараон отпустил истинную сущность человека, дал человеку стать человеком. Да, бог мог нас сделать праведниками прямо от рождения. Но это был бы праведный робот. А бог хочет разговаривать с людьми. Это две большие разницы. То есть весь наш разговор можно упростить и сказать следующее. Все происходящее с нами в жизни направлено сверху, для того, чтобы бог сделал нас человеком. Не по виду, а по внутренней сущности. С виду мы все люди. А внутри далеко не все. И в этом суть нашей работы в мире – победить внутреннего фараона и вывести себя из рабства. Так вот, по-моему, более-менее понятно. Брахав и Ацлахав – это тяжелая работа.